МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа День города и ее ведущая Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Ураган как индикатор слабых точек ЖКХ. Острая тема городского хозяйства на заседании правительства. Заводские разборки. Официальный комментарий о Стрельбе в Скопинском районе. Одно из главных поручений губернатора Павла Малкова касалось аварийных отключений электричества. Напомним, 3 июня глава региона запросила от вице-губернатора Артема Бранова отчет о трехдневном отключении света в Рязани. Для, цитата, понимания того, что происходит, вплоть до персоналей. Конец цитаты. На очередном правительстве отчет зачитали. Причина, по которой в городе так часто отключается электричество, систематическая. Об этом на правительстве заявил первый заместитель министра ТКЖКХ Рязанской области Александр Силкин. Было упущено проведение плановых технических мероприятий по обслуживанию кабельных линий. Для примера, самые старые кабели 64-го года. Нагрузку для них рассчитывали еще в Советском Союзе. За 60 лет в городе построили новые дома, школы, детсады. А нагрузка падает на более чем полувековые кабели. Что сделано на сегодняшний момент? Совместно с РЭКом пересмотрена утвержденная часть инвестпрограммы и ремонтной, направленная на восстановление кабельных линий до 1 ноября. Все восстановить невозможно, но это будет сделано, потому что мы входим в зиму. Подготовка к зиме. Это основная задача сейчас. Ну и часть коммуникационной аппаратуры с целью минимизировать отключение. Тем не менее, говорит Александр Силкин, ситуация управляемая. 180 миллионов рублей это заложенные ведомства средством потратят на восстановление кабельных линий. Губернатор резюмировал ситуацию проще. Ситуацию упустили. Не занимались обслуживанием кабельных сетей. Резервирования нет. Вот и все. Это вот я перевожу на русский язык все, что вы так долго объясняли. Поэтому решение какое? Во-первых, порядок надо внутри наводить. Потому что я уверен, что тут вопрос не только в том, что не дофинансировали еще что-то. А просто внутри порядка нет организации. Это раз. Второе, нужно, конечно, добавлять финансирование. Потому что мы по ряду сейчас направление идем по ЖКХ. А здесь пока еще не добавляли. Губернатор добавил, что этот пункт финансирования хочется видеть в следующих поправках к бюджету. Ситуацию, дескать, надо исправлять. Нужен план работы, притом на несколько лет вперед. Следующая тема – жалобы на потопы после ливневых дождей. По словам мэра города Виталия Артемова, в понедельник, 17 числа, выпала треть месячной нормы осадков. И это за полчаса. Силами ДБГ, ОРТ, городского управления ГОЧС проводились восстановительные работы. Для информации у нас работало по ликвидации 6 единиц техники ДБГ, 2 единицы техники ОРТ, 4 единицы ГОЧС. Также работали три бригады подрядной организации по откачке воды. На данный момент у нас известно по 27 упавших деревьев. Это на зоне ответственности ДБГ. 12 деревьев убрали в тот же понедельник. На пересечении улиц Садовой и Есенина дерево упало на светофор. Восстановить его обещают до 28 июня. На московском шоссе и Мервино оторвался рекламный баннер. Его демонтировали. В целом, на этой неделе обещают убрать все последствия ураганы. Момент, на который обратил внимание губернатор – то, что обошлось без пострадавших. Дополнительной нагрузки на скорую помощь не было. После разговора про последствия урагана перешли к разговору про регионального оператора. Прямо на моих глазах там стоят вот эти мусоровозы рекоператора. И очень аккуратно выбирают мусор из контейнеров, оставляя все, что сложено рядом. То есть они забрали даже не половину мусора. Вот в очередной раз просто увидел своими глазами, что рекоператор у нас совершенно не заинтересован в том, чтобы город был чистым. Я все-таки хочу понять, вот как с этим действуем. А действуют указательно. То есть префектура и госжилинспекция постоянно напоминают и Капронску, что мусор нужно убирать, говорят на правительстве. Они должны обязательно делать подбор после того, как они убрали мусор и забрали бачки. Префектура постоянно обходит, постоянно указывает те точки, которые есть. Здесь во взаимодействии приходится, извините за выражение, постоянно пинать. Ну еще раз, вот на моих глазах вчера я видел, что результата этого пинания никакого нет. Вот стоит четыре, допустим, ячейки, в двух контейнеров они забрали, в двух нет. Уехали дальше. Губернатор добавил, что раньше региональный оператор за этим следил. А сейчас, мол, что-то поменялось. Я знаю, что раньше региональный оператор такие вещи убирал, потом у него произошли какие-то смещения приоритетов. Ну, надо, соответственно, тоже менять подход и отношения. Дмитрий Владиславович, давайте вместе как-то там посерьезнее посмотрим тоже на эту задачу. Я знаю, что ваши коллеги там уже активно подключились. Пожалуйста, соответствующие поручения даны. И сейчас вообще по нашим материалам федеральная антимонопольная служба оценивает там вообще на предмет картельного сговора деятельность этой организации. Закончили традиционно жалобами из соцсетей. Павел Молков отметил, что впервые на первое место вышло благоустройство, а не дороги. И это не повод для гордости, добавил он, а скорее призыв сделать соответствующие выводы. Стрельба на одном из заводов города. Сообщения с таким заголовком появились во всех социальных сетях 18 июня. Следственные органы внесли ясность и поделились подробностями происшествия. Звуки стрельбы, как рассказали в следственном комитете, подтвердились. Вот и ружье, из которого, предположительно, они и были произведены. Здесь же заметны и следы крови. В региональном СК поделились подробностями. По данным следствия, 18 июня 2024 года на территории одного из предприятий, расположенного в городе Рязани, житель Скопинского района из-за возникшего конфликта произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в работников предприятия. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. Мужчина госпитализирована в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Сейчас подозреваемый доставлен в следственный отдел для производства следственных действий. В ближайшее время решится вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения по стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве и покушение на убийство двух лиц. По уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Позже стало известно, что делом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области Владимиру Никешкину предоставить доклад о ходе рассмотрения уголовного дела и установленных обстоятельствах. Импрессионизм, литогравюра, графика, постмодернизм. Свобода самовыражения и многообразие направлений современного искусства оставляет мало места реализму. Тем ценнее услышать историю одного из наших современников, который следует на творческом пути классики. Олег Потапов родился в городе Черняховске Калининградской области. Когда старший брат тогда еще будущего живописца пошел учиться в художественную школу, следом за ним всерьез увлекся искусством и сам Олег. Даже не подозревая, что свяжет всю свою жизнь с кистьями, красками и холстом. Сейчас по большей части живописец живет в Москве, но бывает и в Рязани. Здесь Олег Потапов закончил художественное училище имени Вагнера, затем поступил в полиграфический столичный институт. Этот институт замечательный тем, что там дают очень большой спектр знаний. Очень большой. То есть там проходили мы все техники именно графические, то есть эстамп, линогравюра, афорт, литография и так далее. Там фото, у нас был очень хороший педагог, живопись. За годы учебы в институте сердце мастера прикипело к живописи. С тех пор Олег Потапов пишет картины маслом. Причем у художника практически все работы пленерные, то есть созданные не в мастерской, а на природе, которая служит основой постижения натуры в ее естественном освещении. У каждого художника есть какое-то свое видение, и он находит для себя, что у него лучше получается, что ему больше нравится. Так получилось, что я стал художником-пейзажистом, то есть мне на природе работается лучше. Кому-то удобнее работать в мастерской. Я объездил больше десятка стран, наверное, европейских, и довольно много был где на пленэрах. Регулярно путешествуют художники по России в поисках самых живописных местечек нашей необъятной страны. И хотя с Рязанью Олег Потапов знаком уже много десятков лет, на этот город с профессиональным интересом мастер посмотрел только совсем недавно. Ну так получается, что мы всегда, в общем-то, думаем, что самое прекрасное где-то там, за границей. И только вот поездив, так сказать, по Европе и по России, ты понимаешь, что оно все, как бы, в общем-то, здесь, вот, оно в двух шагах оказывается. У Олега Потапова любовь к искусству – чувство семейное, и жена, и его двое сыновей – тоже профессиональные художники. Конечно, у каждого свой творческий подход, но это лишь сплачивает всех членов семьи еще больше, а не наоборот. У нас общие именно творческо-искусствоведческие такие темы, общие идеи поездок. Мы понимаем, что нужно для творчества – это дать человеку действительно свое внутреннее такое вот спокойствие, свой такой микромир ему оставить лично для него. Буквально на днях живописец вернулся из Санкт-Петербурга, но уже скоро отправится в новую поездку на родину Деда Мороза, в Великий Устюг, за вдохновением и новыми пейзажными полотнами. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Международный день прогулки отмечают сегодня в мире, и эта дата напоминает нам о таком простом и полезном способе отдохнуть. В последние годы люди все чаще стремятся к здоровому образу жизни и занятиям спортом. Один из способов активно провести время – пешая прогулка. У нее есть свое достоинство – денег не требует и доступно для каждого, нужно лишь определиться с местом. А таких в нашем городе достаточно. Где вы любите гулять в Рязани? В Рязани я гуляю в основном на Березовой, улице Березово. У нас там также есть лесопосадка, очень хорошо благоустроенная. Везде, в Рязани. В лесопарке в основном. Это велосипедные прогулки, турники, бег. А просто гуляем, ну где? Почтовая, центр города в основном. В деревне любим гулять, по городу по центру гуляем с коляской. Прогулки на свежем воздухе – простой и доступный способ улучшить свое здоровье. По словам врачей, они помогают укрепить сердечно-сосудистую систему и улучшить физическую форму. Во время ходьбы человек сжигает калории, укрепляет мышцы и вместе с тем получает витамин Д. Также это помогает снизить уровень тревоги, депрессии и поднять настроение. Скажите, как часто вы гуляете? Ой, почти каждый день, потому что ребенок маленький и грудной, поэтому с коляской каждый день ходим. В этом месте я гуляю очень редко. Здесь сейчас по нужде. Провожаю внука в лагерь. Каждый день. Чаще всего рязанцы выбирают для прогулок в парке. Здесь же занимаются спортом. Бег – северная ходьба. А для молодых мам – промена для неспешных прогулок с коляской. В знальный денек в парке можно укрыться в тени деревьев, посидеть на лавочке, подышать свежим воздухом и отдохнуть от бешеного ритма города. Для велосипедистов оборудованы специальные дорожки. А также всегда найдется единомышленник. Ведь, как говорил в своей песне Михаил Матусовский, вместе весело шагать по просторам. Фитнес-тренеры рекомендуют ходить по просторам не меньше, чем 10 тысяч шагов. Анастасия Арт, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Тысячелетиями люди наблюдали, как с каждым весенним днем светило поднимается все выше и выше над горизонтом, пока в 20-х числах июня не достигнет пиковой точки. Самый длинный день года и самая короткая ночь наступит завтра. День летнего солнцестояния в этот раз выпал на 20 июня. В день летнего солнцестояния солнце восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе, описывая самую длинную дугу на небосводе. В приполярных широтах северного полушария наступили белые ночи, а в заполярье – полярный день. Выше полярного круга солнце вообще не заходит за горизонт, и день длится круглые сутки. На северном полюсе Земли солнце в течение суток движется по кругу параллельно горизонту. В наших широтах наступили самые длинные дни в году. Сегодня день продлится 17,5 часов. Солнце проходит 4 поворотные точки года, и Купала – это уже такое зрелое солнце, которое много чего дает. Но в то же время оно может и сжечь. В течение нескольких следующих дней высота Солнца над горизонтом почти неизменна. Затем светило и начинает обратное поступательное движение вниз по эклиптике. Период между июньским солнцестоянием и сентябрьским равноденствием называют астрономическим летом, которое длится, как правило, с 21 июня по 23 сентября. На протяжении тысячелетий день летнего солнцестояния имел огромное значение для всех народов, которые жили в гармонии с природными циклами и организовывали свою жизнь в соответствии с ними. На Руси в древности в день летнего солнцестояния праздновали Ивана Купалу. В этот день он весь такой вот как бы построен на очищении огнем и водой. То есть утром и днем там купались, там как-либо еще, вот оздоравливались, а ночью прыгали через костер или через большую кучу крапивы. Было принято выносить одежду на росу раскладывать, потом эту одежду выжимали, росой умывались, а эта одежда потом надевалась во время болезни, потому что считалось, что она целительная. А в ночь, как раз вот в Купальскую ночь, сжигалась одежда, несмотря на то, что наши предки были крайне хозяйственные, сжигалась одежда, в которой человек болел. Еще одной традицией на день солнцестояния было разжигание костров. Считалось, что в этот день огонь очищает от проблем, поэтому в него нужно было бросить что-то, от чего стоит избавиться. А также, если у вас есть заветное желание, то день летнего солнцестояния – лучшее время, чтобы его загадать. Если это сделать, то, как утверждается в приметах, все мечты станут реальностью. На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова